Добрый день. Севильнад продолжает следить за кризисом, который разворачивается в Лачинском коридоре на единственной дороге, которая соединяет Арцах, Нагорный Карабах с Арменией, с Большой землей. В настоящее время порядка 120 тысяч жителей армян в Нагорном Карабахе отрезаны от внешнего мира. Там, на этой дороге, проводят акцию азербайджанские активисты, которые называют себя экологами. И предлог данной акции или причины, они якобы экологические. На самом деле, эксперты склоняются к тому, что такими действиями Азербайджан просто пытается расширить свой контроль или брать свой контроль данную дорогу, а затем и Нагорный Карабах вовсе. Тем самым приведя ситуацию к тому, чтобы оттуда ушли местные жители. Вчера уже поступило сообщение Степана Керта, что азербайджанцы перекрыли также подачу газа из Армении в Нагорный Карабах. Там есть участки данной трубы, которая находится под азербайджанским контролем. И о ситуации, сложившейся на данный момент в зоне Карабахского конфликта в Нагорном Карабахе, мы будем беседовать с британским аналитиком, старшим научным сотрудником Центра Карнеги Томасом Девалом. Я напомню, дорогие зрители, что вы можете также поддержать CivilNet в Армении за ее пределами. Просто нужно зайти на сайт CivilNet.am, нажать на кнопку Donate и пожертвовать столько денег, сколько вы пожелаете. Спасибо, господин Девал, что согласились дать нам интервью. И так уже вторые сутки Карабах находится в блокаде и больше 24 часов лишен и подачи газа. Почему Азербайджан именно сейчас идет на такую эскалацию или на такой прессинг на Карабахе и Армению? В чем причина, по вашему мнению? Да, добрый день, Ашилис. Да, ситуация, кажется, очень накаленная. Я, конечно, нахожусь далеко, но стараюсь следить отсюда, из Лондона. Да, ситуация очень накаленная. Мне кажется, что здесь несколько причин. Мне кажется, что у Азербайджана есть претензии к посредникам европейским, российским. Есть и претензии, я думаю, что, может быть, даже самое главное, к российским миротворцам в Карабахе. Они, видимо, недовольны миротворческой миссией. Но это и, как мы видели уже два года, это азербайджанская тактика. Это как бы прессинг, как бы путем переговоров и тоже используя силу, чтобы добиться своих целей. Я не думаю, что президент Алиев хочет новую войну, но он готов пойти на эскалацию, чтобы как бы заставить армянскую сторону и российскую сторону в виде миротворцев на уступки. И вот это и есть ситуация. И, конечно, гуманитарные последствия очень серьезные. Как мы видим, это зима. Как вы лучше меня знаете, Карабах отрезан от Армении. Там очень тяжелая ситуация. И, ну, будем дальше обсуждать, как будет западная реакция. Но более, конечно, заявления от Евросоюза и от Госдепа. Поступили заявления от Евросоюза и от Госдепа. Просто они сейчас, можно сказать, политико-дипломатическими методами, инструментами пытаются влиять на ситуацию. Призвали Баку к разблокировке данной дороги. И отметили, что все это приводит к печальным гуманитарным последствиям. Неужели вопрос такой, Баку или Азербайджан настолько силен, что он может отказать Москве, Брюсселю и Вашингтону одновременно? Неужели нет управы над Баку и нет инструментов давления на Баку? Ну, как мы знаем, с начала войны в Украине Азербайджан и азербайджанская власть чувствуют себя довольно, скажем, удобно. Они считают, что как бы новый мир, порядок действует в их пользу по разным причинам. Потому что Россия более слабая из-за войны в Украине. Турция как бы усилит свое влияние в своем соседстве. И как они считают, что Евросоюз нуждается в новых источниках газа. Вот по разным причинам Азербайджан чувствует себя более комфортно. Но с другой стороны, там целый список как бы целей, которые президент Алиев хотел достичь в этом году. И на самом деле посмотрим на эти желания. Это как бы подписание так называемого мерного договора с Арменией, где есть как бы взаимное признание территориальной целостности обеих стран. Это коридор или дорога в Накчеван. Это как бы решение вопроса границы. И это решение по их пониманию вопроса лачинского коридора, который считает, что они недостаточно контролируют. И все эти пункты, ни один из них, как бы Азербайджан, на самом деле не добил успеха. Вот это может быть даже и есть причина новой эскалансии вокруг лачинского коридора. В каком случае, при каких условиях Азербайджан разблокирует эту дорогу? То есть они же не будут держать всю зиму дорогу закрытой? Ну, я думаю, что они сейчас ведут переговоры с Москвой. Это, наверное, самое главное. Потому что, как известно, никогда не был зафиксирован мандат миротворческой миссии. Это как бы не было взаимное согласие по функциям российских миротворцев в Карабахе. И они, наверное, требуют более жесткие контроли в лачинском коридоре. Но, как известно, есть как бы жалобы Баку, что там до сих пор проходит якобы оружие, что как бы там совершенно случайно люди, по их пониманию, еще попадают в Карабах. Это их претензии. И, может быть, они, наверное, ведут переговоры с Москвой, чтобы были как бы более жесткие процессы соблюдения порядка в лачинском коридоре. Но это как бы первый момент. Ну, мы видим все эти случаи, как бы есть эскалация, потом деэскалация. Это мы видели уже несколько раз в последние два года. И я надеюсь, что будет и деэскалация в этом случае. Конечно, будет большой вред мирным переговорам, которые уже как бы страдают. Это очень негативный фактор. Но есть, наверное, шансы избежать как бы нового насилия, которое, конечно, никто не хочет. Стоит ли ожидать, что Брюссель или Вашингтон будут принимать более жесткие или более действенные шаги для того, чтобы Азербайджан стал более сговорчивым в такой ситуации и открыл дорогу? Или нет? Или они просто ограничатся вот такими заявлениями? Ну, посмотрим. На самом деле, таких прямых рычагов влияния на Азербайджан очень мало у Вашингтона и Брюсселя. У них просто нет, как у России, нет сил, нет мужчин, нет сил на земле. Будет заявление. Но Азербайджан считает, что у нас как бы более серьезный союзник, это Турция. Хотя бы еще на полгода, может быть, дольше, если президент Эдуан остается во власти. И, ну, они, конечно, это очень плохо, но это не объявление новой войны. И, как я уже сказал, может, есть надежда, что пошла эскалация, будет и деэскалация. Ну, блокада – это не объявление, конечно, войны, это акт агрессии, можно сказать. И в данном случае в Армении бетует мнение у определенных кругов, и эти круги расширяются постепенно, что без ведома России или российского руководства, российских военных, на такую эскалацию Азербайджан не пошел бы. И в целом глобальной целью данной акции, данного акта является то, чтобы Армения согласилась предоставить так называемый Зангизурский коридор. И это выгодно с точки зрения этих людей, этих кругов, это выгодно Ангаре, Баку и Москве, потому что Москва в целом будет контролировать этот коридор. Вы видите такую корреляцию действий, и насколько это, по вашему мнению, эти мнения, касающиеся того, что вот все это делается с молчаливого хотя бы согласия Москвы, они имеют право на жизнь? Честно говоря, я такого не вижу. Но российская политика вообще на Кавказе и в этом конфликте очень многогранная, многосторонняя, сложная. У России есть разные интересы, есть интерес как бы в строительстве коридора, которые, кстати, тоже в интересах Армении, просто речь идет о условиях, о регламенте этой дороги. А, режима работы этой дороги, да? Да, режима, точно. Но есть, конечно, большой интерес, чтобы они считают, что миротворческая миссия должна остаться как можно больше в Карабахе. Это очень для них ключевой интерес, и чтобы остался после 2025 года. Значит, я не бы сказал, что есть координации с Баку или координации с Ереваном. У России есть свои интересы, которые они ловируют между Баку и Ереваном. Для меня это очень проблематично, потому что, не знаю, Россия, видимо, не хочет мир и стабильность в этом конфликте. Россия просто хочет свои интересы. И я бы сказал, конечно, я европеец, я сказал, что европейские миссии более честные, более нейтральные. Я хотел бы видеть более серьезное международное присутствие в этом регионе. Я бы очень хотел, хотя это очень трудно достичь, чтобы российская миссия была заменена международной миссией, или ОБСЕ, или Евросоюз, или ООН. И хотя бы, чтобы были обозреватели международные в Карабахе, что ни одна Россия решила все вопросы безопасности. Вообще, вы представляете себе такую ситуацию, что она будет заменена, и российская миссия, и кто вообще в Европе или в мире готов отправить туда свои войска или своих людей, чтобы они вот именно стояли там с автоматами или с оружием и охраняли эту территорию. Есть ли готовность такая у Европейского Союза, у других организаций? Я такое сейчас не вижу, к сожалению. И это вечный вопрос. Я об этом пишу много лет, что главный вопрос в Карабахском конфликте, это не статус, это безопасность, чтобы была как бы гарантия безопасности, чтобы люди смогли вернуться в свои дома, те, которые были выселены, азербайджанцы и армяне, и чтобы те, которые хотят остаться в своих домах, в том числе, конечно, карабахские армяне, могут остаться. Это вопрос безопасности. К сожалению, я не вижу готовности заменить российскую миссию пока. Но есть еще три года, чтобы решить этот вопрос. И, может быть, есть такой вариант, более мягкий вариант, вариант бывшей ООНовской миссии в Абхазии, так называемой ЮНАМИК, где были, остались российские миротворцы, солдаты, но были и международные обозреватели. Это тоже вариант. И, конечно, Азербайджан хочет вообще вернуть себе Карабах, но задача международная – убеждать Азербайджан, что это в их интересе, чтобы остались там армяны, что там огромная работа остается в их территориях, вокруг Карабаха, что можно быть немножко тепливее и не провоцировать новый конфликт. Ясно. В своей статье вы недавно опубликованы, ну, недавно это относительно, в сентябре, или в конце сентября вы опубликовали эту статью. В конце вы описали ситуацию, сложившуюся в середине сентября на армяно-азербайджанской границе, когда происходили активные боевые действия Азербайджан в Торксе, на территорию Армении, и с обеих сторон было порядка 300 погибших. Вы тогда в заключении говорили следующее. Сейчас самым жизнеспособным является инициированный Шарлем Мишелем процесс, переговорный процесс между Армией и Азербайджаном, но он тоже нуждается в большой поддержке от Еврокомиссии. Если этот процесс будет прекращен или не удастся, то есть две грустных альтернативы. Посредничество вновь будет уступлено Москве, или еще хуже, обе стороны начнут готовиться к следующей войне. Что сейчас происходит с западными площадками переговоров? Кажется, что опять посредничество переходит в руки Москвы или в Москву. Есть у вас такое ощущение? И что происходит с брюссельской площадкой? Ну, я бы не так не сказал. Я думаю, что, конечно, европейские дипломаты, миссия Шарлем Мишел продолжается. И, конечно, даже был плод этого в виде как бы миссии внутри Амин, миссия Евросоюз. Это можно тоже обсуждать об азербайджане, который заканчивается 20 декабря. Ну, конечно, ситуация сложная. У меня доверие мало, шансов на успех еще меньше. Но это не значит, что вдруг Баку и Ервань захочут, чтобы Москва решила свои вопросы. Они не такие наивные, как бы все надежды наложить на Москву. И последний вопрос. Он может быть несколько наивный. Но все-таки я задам этот вопрос. Почему уже практически 10 месяцев или больше 10 месяцев мы видим безукоризненную, безусловную поддержку Запада, Украине в конфликте с Россией? Во всех начинаниях Украина, можно сказать, Запад поддерживает, терпит убитки, в ущерб себе определенные действия делает и поддерживает во всем Украину. Но вот в случае, когда речь заходит о Карабахе, о Нагорном Карабахе, о людях, живущих там, абстрагируемся от того, от статуса Нагорного Карабаха. Да, это там живут люди, там живут дети, старики, простые люди, граждане мирные, которые нуждаются в поддержке сейчас и так далее. Но вот в такой ситуации, когда там вот сейчас разворачивается настоящая драма, мы выйдем вот просто дипломатическое заявление, равноудаленное такое отношение. В чем причина? Западные стандарты, я не знаю, права человека, ценности тут не действуют? Или они избирательно действуют? Ну, здесь вы задавали такой вопрос. Последний, можно целый полчаса отвечать на такой вопрос. Конечно, все конфликты разные, и как бы все жертвы конфликта как бы заслуживают сочувствия, поддержку, в том числе и армянам в этом году, которые пострадали и на территории Армении, и в Карабахе. Ну, я бы сказал, что российская агрессия в Украине, это как бы вторжение просто как бы без любой провокации в соседнее государство. Это что-то такое мы не видели в Европе, ну, может быть, даже 80 лет. К сожалению, Карабахский конфликт трагический, но, я бы сказал, более сложный. Есть и была агрессия, несомненно, с азербайджанской стороны, были и агрессии с армянской стороны. Была оккупация, будем честны, много лет чисто азербайджанских территорий, которые находились под армянским контролем. Причины об этом можно писать целую книгу, я даже книгу писал. Значит, Запад и международное сообщество как бы смотрят на этот конфликт и понимают, что как бы в последнее время мы видели азербайджанскую агрессию, но были времена, когда видели и армянскую агрессию. И в таком случае, как бы, наверное, единственная реакция, это как призыв к миру, к переговорам, справедливости для всех. Хорошо, я не хочу вдаваться в подробности, конечно, у меня есть разное, отличающееся от вашего мнения по поводу Карабахского конфликта и по поводу того, что происходит сейчас, потому что Азербайджан тоже без какой-либо провокации вот в Торкса на территорию Армении и мы увидим, вот, не видим столь такого, сочувствовать, такого отношения к Армении, как к Украине. Были и, конечно, заявления международные, как бы, довольно серьезно осуждающие. Да, да, но санкции мы не видим и вряд ли увидим по отношению к Багану. Вряд ли увидим, в этом я согласен. Да, и что касается Карабахского конфликта, тоже там мое мнение отличается, но все-таки спасибо вам большое за ваше время, господин Девал, что уделили нас и поделились своим мнением по поводу того, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него. Я напомню, что моим собеседником был британский аналитик, старший научный сотрудник Центра Карнеги Томас Девал. Мы будем продолжать следить за ситуацией, которая сейчас разворачивается в зоне Нагорно-Карабахского конфликта именно в Лачимическом коридоре. Уже больше 48 часов целый народ Нагорного Карабаха, 120 тысяч людей, среди них дети, больные, старики, просто гражданские лица, они находятся в блокаде и они нуждаются в поддержке мирового сообщества. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...